Труба должна дымить, говорили на автозаводах во времена Советского Союза, и в этом плане минувшая неделя принесла несколько приятных новостей. Так вновь задымится труба бывшего завода General Motors, где некогда собирали Chevrolet и Opel, а теперь начнут делать кроссоверы Hyundai и Kia. Кроме того, Solers снова подтвердил относительно скорый запуск моторного завода, некогда принадлежавшего Ford, и в этом событии нашлось место для большой сенсации. Что касается рынка, то нас ждет внезапное возвращение Opel'евской Астры. Плюс несколько минут уделим новинкам китайского автопрома. А куда сейчас без них? В прошлом году руководство Hyundai Motor посчитало, что компании будет полезно заиметь еще одну сборочную площадку. В итоге корейская сторона приобрела бывший завод General Motors, что расположен в Санкт-Петербурге. Это производство рассчитано на ежегодный выпуск 98 тысяч автомобилей. При этом площадка по выпуску Chevrolet и Opel'ей была законсервирована больше пяти лет назад, когда боссы GM резко задумали увезти народные модели из России. Заводом интересовались многие, включая даже белорусскую компанию Unison. Но до финала дошла только российская дочка Hyundai. Чтобы потом взять паузу, до сегодняшнего момента оставалось совершенно неясным, какие модели получат новую прописку. Больше загадок нет. Напомним, что между Hyundai и Минпромторгом заключен специальный инвестиционный контракт. Этот документ гарантирует автопроизводителю стабильность ведения бизнеса, но взамен требует глубокой локализации выпускаемых машин. А теперь стороны дополнили контракт отдельным соглашением, благодаря которому мы наконец узнали, какие модели будут выпускаться на мощностях бывшего GM-овского завода. Это кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage, а также Hyundai Polisade. Сейчас сборкой этих машин занимается калининградский завод AutoTor, который продолжит выполнять свою работу до 2023 года. Добавим, что другой петербургский завод Hyundai, где делают Rio, Creta и Solaris, работает на пределе. В прошлом году при плановой мощности 230 тысяч машин удалось выпустить 219 тысяч авто. Между тем, AutoTor готовится начать выпуск автомобилей различного класса на электрической тяге и компонентов для них, как гласит официальное сообщение компании. Но конкретные марки и модели пока не называются. Партнером калининградских автопромышленников выступит компания Renero, дочка Росатома. При том, стороны амбициозно планируют собрать первую партию батарейной техники не позднее 2023 года. Можно предположить, что AutoTor освоит производство электрических корейцев Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60. Ведь эти модели, как раньше сообщали представители компаний, как раз должны выйти на отечественный рынок через год-два. Впрочем, не исключено, что на конвейер станет нечто совершенно иное. Кроме того, в рамках договора стороны запустят предприятие по производству литиево-ионных ячеек и систем накопления энергии. Его уже строят в городе Неман Калининградской области. Нынешний Ford Transit, который производится на российском заводе компании Solar Sport, это переходная модель, созданная специально для нашего рынка. Так, в Европе продается несколько другая машина со слегка подретушированной внешностью, совершенно новой передней панелью и усиленным кузовом. Однако, до нашего транзита обновления дошли выборочно. Например, дополнительные усилители кузова и другая отделка дверей появились, а другая торпеда нет. По официальной версии, причина в старой линейке двигателей, к блокам управления которыми нельзя подключить приборы нового образца. Впрочем, как стало известно телеканалу Автоплюс, в конце следующего года коммерческий Ford обновится по полной программе. Притом, модернизация затронет не только салон и внешность, но и силовую линию. В частности, Ford Solarz хочет внедрить совершенно другой дизельный двигатель. Скорее всего, это будет двухлитровый мотор отдачей от 105 до 185 сил. Такие сейчас ставятся на европейскую версию модели. Кроме того, с новым движком одновременно придет и автоматическая коробка, и может быть даже на 10 ступеней. Хотя сейчас российские машины оснащаются строго механикой. Напомним, в прошлом году Solarz приобрел бывший фордовский моторный завод, где как раз начнется выпуск турбодизелей для транзитов. И все предполагали, что это будет представитель семейства Puma, оно же Duratorg 2.2. Но нет, теперь становится понятным, что локализация ждет совсем другой агрегат. По всей вероятности, в российском варианте дизель будет соответствовать нормам Евро-5, но остальные характеристики станут понятны позже. Старт их предсерийного производства назначен на конец следующего года, притом большой процент деталей изначально обещает быть отечественного производства. Смена моторной концепции позволяет порассуждать над будущим марки Ford. Ведь завод двигателей покупали на вырост, для расширения модельной гаммы Форда, который теоретически может вернуться, но с большими внедорожниками, на что ранее намекал глава совместного предприятия Solarz Ford Адиль Ширинов. Двухлитровый дизель ставится на множество фордовских моделей, любая из которых теперь теоретически сможет исполнить камбэк на российский рынок. Впрочем, сначала надо дождаться запуска производства самих движков. Новость молния. Как стало известно телеканалу Автоплюс, в следующем году Opel вернет на российский рынок Астру. Это будет модель нового шестого поколения, что технически представляет собой переодетый Peugeot 308. Коротко напомним, у немца и француза совершенно одинаковые подвески, общие моторы и даже единый каркас кузова. А различия в дизайне и настройках. Так что теперь, чтобы купить именно Рюссельхаймскую молнию, надо трижды подумать. С другой стороны, острые граненные формы, фирменный визор передка и черная крыша делают Астру модной, но менее экстравагантной штучкой, нежели Peugeot. Кстати, важная ремарка, вся оптика светодиодная, а фары могут быть даже матричными. Интерьер также вышел достаточно хай-течным, хотя блок управления музыкой и климатом выполнен традиционным, кнопочным. Но 10-дюймовые экраны для мультимедиа и приборов это, конечно, в духе настоящего времени. Джойстик коробки передач, система автоматического торможения, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль тоже явление современное. И, конечно, опелевцы декларируют повышение качества материалов. Без этого нынче никак. Набор силовых агрегатов типично французский. Основу гаммы составляют бензиновые турбо-тройки разной мощности, а также полуторалитровый четырехцилиндровый дизель. Для старших по мощности версий можно заказать восьми-диапазонный автомат. И, конечно, немецкая сторона позаимствовала совершенно неактуальные для нашего рынка гибридной установки на 180 и 225 сил. Они построены вокруг бензиновой турбо-четверки, к которой прилагаются электрический мотор и восьми-ступенчатый автомат. В родной Германии базовая пятидверка стоит больше 22 тысяч евро, а значит, у нас стартовый ценник составит по 2 миллиона рублей. Понятно, что при таком раскладе рассчитывать на былую популярность мягко говоря, наивно. Но редким ценителям настоящих европейских легковушек, а французившаяся Opel наверняка понравится. Тем более, что извечный конкурент Астры Volkswagen Golf нынче стоит 2 миллиона 600 тысяч. Других подробностей практически нет. Известно лишь, что ни гибридов, ни дизеля, ни универсала мы не увидим. Только бензиновые хэтчбеки. Цена обещана по верхнему диапазону среднего сегмента. Добавим, что приходить Астры нового поколения будут из немецкого Рюссельхайма с головного завода компании Opel. Ставить модель на калужский конвейер боссы концерна Stellantis совершенно точно не планируют. Теперь поговорим о российском рынке, на котором сейчас происходит нечто невероятное. Из-за глобального дефицита микрочипов конвейеры многих автозаводов замедлились или остановились. А дилеры, испытывая недостаток товарных машин, давно забыли, что такое рекомендованное производителем цены. По сути, дилерская наценка это добровольно принудительное доп. оборудование по удивительной цене. За антикоррозийную обработку днища нового внедорожника могут попросить сумасшедшие 500 тысяч рублей. А за обработку кузова керамическим покрытием еще 900 тысяч. А как вам неполные полмиллиона за зимние шины? Впрочем, не хочешь, не бери. Увы, берут. Согласно данным агентства «Автостад» в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на четверть, впервые превысив 2 миллиона рублей. С учетом дилерских накруток удорожание достигло 40%. Такому возмутился даже вечно спокойный Минпромторг. Источник в министерстве высказал агентству ТАС идею законодательно ограничить максимальную дилерскую наценку. По замыслу, автосалоны смогут накручивать не больше 10% от стоимости машины. Вот только инициативу своих подчиненных пресек лично глава министерства Денис Мантуров. По мнению чиновника, нормативно закреплять ограничения по наценкам на автомобили для дилеров сейчас нецелесообразно. Все давно устали от заголовков. Китайцы выпустили «Убийцу Теслы». Однако новейший седан и Т-5 от марки НИО действительно имеют серьезные шансы потеснить детище Илона Маска. Ведь жителям Поднебесной продукция НИО пришлась по вкусу. Новинка заметно крупнее Теслы Model 3, но выделяется эффектным дизайном, а также крутым аккумулятором на 150 кВт-ч. С такой батареей машине по силам отмахать тысячу километров без подзарядки. Впрочем, на старте продаж доступны лишь более скромные варианты на 75 и 100 киловатт-часов. А вот силовая установка одна двухмоторная с пиковой отдачей двигателей на уровне 490 сил. Стандартное исполнение стоит 50 тысяч долларов, то есть на 10 тысяч дороже Теслы, но скинуть те самые 10 тысяч поможет аренда аккумулятора. Тогда владелец электромобиля будет каждый месяц оплачивать пользование батареей. В Китае подвели итоги национальной премии «Автомобиль года». Уже второй год подряд жюри, в которые кроме местных экспертов также приглашены автомобильные журналисты из других стран, не могут выбрать одну машину и присуждают победу двум моделям. Первой такой моделью оказался электрический кроссовер от молодой китайской марки Hi-Fi. В ее названии Hi- это приветствие, а Fi- намекает на золотое сечение посредством греческой буквы Fi, ставшей логотипом бренда. В свою очередь, заполучившая престижный титул модель X, это огромный, длиной сильно больше 5 метров, чистый электрический кроссвен, оснащенный двумя 300-сильными электромоторами. Дорогая хай-течная модель хочет быть необычной буквально во всем. Скажем, на передней панели нашлось место сразу трем дисплеям на 15, 17 и 20 дюймов. Плюс производитель внедрил продвинутый автопилот и емкий аккумулятор. Второй победитель абсолютный антипод первому. Это бюджетник Гак Трам Чи Эмпао. Притом бюджетный не значит убогий. Образ стильного седана наполнен спортом, а потому целевой аудиторией назначена молодежь. К слову, для пущего эффекта китайцы сразу подготовили заряженный вариант с другим внешним обвесом, контрастным декором кузова и большими колесами. А вот пестрый салон прерогатива всех машин. Под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор, которого хватает на разгон до сотни за 7 секунд. Пару к движку полагается только семиступенчатый преселективный робот, но привод строго передний. Говоря о продукции китайского концерна Great Wall, россияне привыкли иметь в виду кроссоверы марки Havail. Хотя с прошлого года к ним вернулись и пикапы под материнской маркой собственно Great Wall. Все эти машины завозят и продает локальный дистрибьютор Havail Motor Rus. Возможно, что российскому офису доверят еще парочку брендов, потому что головная китайская компания подала в Федеральный институт промышленной собственности заявки на регистрацию еще двух марок ORA и Aure. Что такое Aure, неизвестно совсем. В мире таких автомобилей пока не бывало. И это явно не седаны для запуска которых только что придуман отдельный суббренд салон. А вот ORA в семье Great Wall с 2018 года отвечает за электромобили. Продаются они пока только в Китае, а названиями в противовес собакам у Havail обыгрывают кошачью тему. Хорошая кошка, черная кошка, а есть даже балетная кошка. Старшие модели оформлены в ретро-стиле, младшие в более модно-молодежно. А технически это все пятидверные хэтчбеки с батареей в 30-40 киловатт-часов и с запасом хода около 300 километров по устаревшему циклу NEDC. Самые дешевые из них в Китае стоят меньше миллиона рублей в пересчете. Сама по себе регистрация товарного знака не означает, что китайцы уже готовы начать продажи электричек в России. Но Великая Стена явно закладывает себе фундамент под освоение нового сегмента.